Приветствую вас. Мне почему-то кажется, что в вашем вопросе есть что-то такое, знаете, что-то такое связанное с ловушкой смысловой. То есть, понимаете, вы задаете достаточно обширный, достаточно непростой вопрос. Вот. И хотите получить на него ответ. То есть, вы думаете, наверное, что есть некие такие универсальные средства, универсальные такие способы, которые помогут вам добиться того, чего вы хотите. Но, к сожалению, это не так. Это, к сожалению, не так, совсем не так. Вот. И если вы хотите всё-таки стать в первую очередь для мужчины вдохновительницей мужей, как вы говорите, ну, наверное, для начала стоит подумать о том, а для чего мне, вот лично мне это нужно. Зачем? с какой вообще целью я хочу этого. Вот я предлагаю, что сперва вам нужно определиться со своей целью. Понимаете, мужа-вдохновительница, да, это достаточно творческая личность, достаточно творческая личность. И мне представляется ситуация так, что для творчества, вот именно для творчества, да, нужны средства. То есть для творчества нужна такая вещь, например, как свобода. То есть, ну, должно быть своего рода непринуждённость в том, что вы, например, делаете. должна быть непринуждённость в том, как вы себя ведёте. Если мы говорим о непринуждённости, если мы говорим о свободе, то мы всегда говорим о ненуждаемости. То есть творчество невозможно без такой, знаете, гармонии определённой. Вот. Поэтому в первую очередь необходимо определить ваши потребности. Ваши потребности, ваши цели, ваши желания, для чего вам это нужно и так далее. Если вы хотите стать вдохновительницей, мужей для мужчины в каких-то своих личных целях, да, то есть, ну, просто вот вы хотите этого по, ну, не знаю, потому что. Вот просто потому что. То есть, вы этого хотите, вам этого хочется, вы в этом как-то нуждаетесь, да, вот, и какие-то ваши цели, они зависят именно от того, станете ли вы вдохновительницей мужей для своего, ну, для мужчины или нет. Вот. Если так, то мужей для мужчины лучше не остановиться на самом деле, потому что вся ваша вдохновительная деятельность, она будет в таком случае касаться непосредственно ваших целей и вы будете зависимы от мужчины. Опять же, быть вдохновительницей мужей, это ни в коем случае не означает, что вы будете от кого бы то ни было зависеть. То есть, любая зависимость, это, ну, я надеюсь, вы понимаете, это негатив. Вот. Поэтому первое, это определиться с вашей заинтересованностью. Ну, зачем? Для, например, самоутверждения? Самоутверждение тогда в чем, если для самоутверждения? Если для достижения чего-то, ну, каких-то целей, да, каких-то желаний, удовлетворения каких-то желаний, то, соответственно, каких желаний? Это все достаточно важно, если мы хотим, чтобы вы стали именно вдохновительницей мужей, а не кем-то, кто просто, допустим, ну, симулирует подобного. Это первое. Второе. Совершенно понятно, на мой взгляд, и логично выглядит тот факт, что вдохновительницей и мужей вы можете быть только в том случае, если вы чувствуете себя естественно. То есть, только при наличии, только при наличии естественности можно говорить о том, что вы имеете шанс, значит, быть мужей. Реально. По факту. Соответственно, возникнет вопрос. Как вы, значит, в каком положении, точнее, вы чувствуете себя наиболее комфортно? И чувствуете ли вы себя комфортно? В каком-либо положении, в каком-либо состоянии, в какой-либо позиции. То есть, нужно найти такую позицию, такую роль в качестве женской модели поведения. Чтобы вы в этой роли чувствовали себя, ни много ни мало, идеально. Чтобы вам нравилось это ощущение, как вы ведете себя с мужчиной. Чтобы вы получали удовольствие от того, что находитесь в этой роли. Чтобы вы чувствовали, что да, я, ну, на своем месте, да, я в своей физи, да, я в своей, там, тарелке. Вот. Это второй момент. То есть, соответственно, если, например, речь идет о позиции, допустим, ведомой, да. Если мы говорим о позиции именно ведомой, да. Когда вы являетесь ведомой по отношению к своему мужчине. То, соответственно, это означает, что мужчина хочет, чтобы вы были в этой позиции. Ну, в позиции ведомой. Мужчине нравится то, что вы находитесь в этой, в этой позиции, в позиции ведомой. И он чувствует себя комфортно в своем положении, в своем состоянии. Ну, вот. Если эти условия соблюдены, можно говорить о том, что есть все предпосылки для того, чтобы, значит, выздоровели своего мужчину. Есть все предпосылки для этого, но, но, это еще не все. Теперь вам нужно увидеть своего молодого человека, своего партнера. Какой он партнер? Что партнер из себя представляет? Что нравится партнеру? Чего партнер хочет? Вот я полагаю, что если вы увидите это, и если ваши желания будут совпадать, то есть, грубо говоря, если вы будете хотеть одного и того же, то вы обязательно будете будете знать, что мужчина сможет сделать то, что вы хотите от него. И вы передадите ему эту уверенность в том, что он сможет, в том, что у него получится, в том, что он справится. Вы передадите ему свои желания, вы передадите ему свои потребности, вы передадите ему свой заряд, свой заряд уверенности, можно так сказать. И как только вы передадите ему свой заряд уверенности, это и будет вдохновение для него. Условно говоря, если мужчина, например, является все-таки ведущим в отношениях, да? И будучи ведущим, мужчина, ну, испытывает какие-то трудности в жизни. Ему тяжело справляться с какими-то проблемами, да, вы чувствуете, что он там не уверен в себе, вы чувствуете, что он сомневается, вы чувствуете еще что-то. Вот, что важно, при условии, если вы хотите того же самого, да, что и мужчина, важно, что вы ему донесете то, чего вы хотите. То есть вы скажете ему, что, дорогой, я хочу, там, я знаю, что ты сможешь, я знаю, что ты справишься, я знаю, что у тебя получится, да, я знаю, что ты справишься. Вот. И всё. И больше, по сути, ничего и не нужно на самом деле. Мужчина получает от вас вот эту вот поддержку, мужчина получает от вас вот этот вот всплеск, который ему необходим, и всё. И дальше мужчина уже, в общем и целом, действует сам. То есть, ваше участие, оно не нужно, не обязательно, ну, в дальнейшем. Вот. Вот. Вот, примерно так и происходит процесс вдохновения мужчин. Вот. Но. Но. Мне что-то подсказывает, что проблема несколько глубже. Что-то мне подсказывает, что вы, ну, наверное, испытываете сложности при взаимодействии с мужчиной. Что-то мне подсказывает, что вы теряетесь, может быть, при взаимодействии с мужчинами. Что-то мне подсказывает, что вы испытываете именно затруднения во взаимодействии с ними. И если так, то это уже проблема достаточно серьезная, но она, эта проблема, скорее ваша, чем мужчина. И вряд ли здесь, вряд ли здесь, правильно будет позиция становиться вдохновительницей. Потому что вы таким, таким образом вы себя будете обманывать. Потому что пытаясь стать, например, вдохновительницей, да, пытаясь, ну, пытаясь вот быть ею. Вы в действительности-то будете преследовать, ну, немножко другие цели. Вы в действительности будете преследовать свои цели, свои, которые есть у вас. И тем самым получается, что вы не будете вдохновлять мужчину, а вы будете, например, стимулировать его к тому, чтобы он выполнял какие-то ваши желания. И в этом случае, если вдруг, что-то пойдет не так, то вы рискуете оказаться для себя в очень невыгодном положении. Потому что, ну, помимо того, что мужчина вас может оставить, да, помимо того, что мужчина может обидеться, выразить вам какой-то негатив по поводу того, что вы, значит, ну, по поводу того, что вы делали и так далее, да. Вы и сами потеряете то, что вам может быть нужно. И вот мне кажется, что этого нужно избежать. Поэтому, когда женщина говорит, что вот, как мне стать вдохновительницей для своего мужчины, всегда возникает такое, знаете, подозрение в том, зачем она хочет кого-то вдохновлять. То есть, всегда такое подозрение, в принципе, возникает. И пускай это подозрение, оно не всегда оправдано, да, ну, потому что, мало ли, какие у вас цели. Но, тем не менее, как психолог, я должен вас об этом предупредить. То есть, что если цель ваша является, так скажем, скоростной, да, вот, то вряд ли из этого получится это хорошее. Если вы не знаете, как вести себя с точки зрения модели женского поведения, из этого тоже получится мало чего хорошего. Если вы не сомневаетесь в себе, как женщина, из этого тоже мало чего получится хорошего. То есть, видите, довольно много таких деликатных, по-настоящему, моментов, которые могут привести к совершенно нежелательным последствиям для вас. И именно поэтому мне кажется, мне кажется, что правильно будет сперва рассмотреть все субъективные ваши аспекты. То есть, что, для чего, зачем и так далее. И уже, вот, собственно говоря, потом, после этого уже можно будет подумать о том, как же вам реализовать то, что вы хотите. Вот. Это, на мой взгляд, самая такая выгодная и безопасная связи. Ну и, опять же, важный момент, что вы говорите, что я хочу стать вдохновительницей, да, для мужчины. То есть, получается, что сейчас вы сами себя, как я понял, ну, не устраиваете. То есть, вам не, ну, вам не нравится, как вы себя сейчас ведете. И, по сути, то, что вам не нравится, как вы себя сейчас ведете, говорит о том, что вы не принимаете себя, что вы не принимаете свое поведение, что вы не принимаете свою позицию, то есть, что вы, может быть, даже считаете, что в том виде, в каком вы сейчас в отношениях находитесь, вы не достойны этих отношений. Знаете, какая история? А это, на самом деле, очень плохо, очень тревожно, потому что в этом случае можно говорить о том, что вы не можете, безусловно, находиться в отношениях. Что вам нужно обязательно соблюдение каких-то условий, и вот только тогда, если эти условия соблюдаются, вы будете говорить, что да, я достойен того, чтобы быть в этих отношениях. Но нужно понимать, нужно понимать, что по факту, по факту, вы себя обманываете, потому что если нет безусловного принятия себя, если нет безусловной любви к себе, да, то вам всегда, вот всегда будет мало каких-то условий, всегда будет мало каких-то обстоятельств, и вы будете снова и снова к чему-то стремиться, вот. И будет лучше, если вы изначально сразу себя либо примете, либо выясните, что, например, для вас это сделать, ну, скажем, невозможно, да, то есть вы не можете себя принять, ну, по той или иной причине, вот. И, соответственно, тогда уже можно будет что-то делать, вот. Короче говоря, суммируя всё, что было много сказано, можно прийти к одному выводу, да. Вывод такой, что для того, чтобы вам стать мужой, вдохновительницей для своего мужчины, необходимо, чтобы вы, значит, почувствовали себя, необходимо, чтобы вы почувствовали себя именно как женщину, чтобы вы ощутили, какая вы женщина, чтобы вы вошли в свой образ того, как вы понимаете женскую модель поведения, да. И тогда, и только тогда, вы сможете достичь своего, то есть вы сможете действительно скорректировать своё поведение так, что вам будет хорошо, вам будет здорово, так, что вы сможете вести себя естественным образом, значит, вы сможете вдохновлять своего мужчину. Вот я полагаю, что так можно вам на ваш вопрос и ответить. Конечно, нужны корректировки. Конечно, нужны более детальные инструкции, потому что одним ответом не ответить, не раскрыть то, что вот с вами сейчас происходит. Ну, то есть, не раскрыть одним ответом такую большую тему. Я полагаю, что для того, чтобы вы действительно стали нашей мужой-вдохновительницей для своего мужчины, нужно вам выбрать эксперта себе. Ну, я, естественно, не буду говорить, кого именно, да, то есть вы выбираете того, кто вам интересен, да, того, кто вам понравится. Вот, может быть, вы выбираете себе женщину, да, потому что, ну, женщина иногда более предпочтительна в таких делах. Вот, лично я считаю, что нужно выбирать, значит, ну, мужчину, вот. Так вот, если вы выберете себе в психологе мужчину, то мужчина сможет вам, ну, направить вас. Если женщина, то женщина сможет научить вас, как это делать, как себя вести. Так вообще-то обычно и происходит, да, что именно, значит, именно женщина подсказывает женщине, что нужно делать, да. А именно женщина подсказывает мужчине, значит, что он может, что он реально может, а вот не сам мужчина догадывается об этом и, соответственно, делает то, что от него хотят. Вот. Выбирайте себе психолога и работайте по тем направлениям, которые я, например, вам обучил. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Значит, если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я вам желаю всего самого доброго и удачи. Продолжение следует. Бол Полна. Файg. В. Боле. Т.